Пивоваренный завод Стахеевых в Елабуге лишился хозяина. Это первое судебное решение в Татарстане об изъятии памятника культуры. Причина – владелец нарушил охранное обязательство и не выполнил ремонтно-восстановительной работы. Как результат, завод, медовый напиток которого славился на всю страну, в плачевном состоянии. В здании обрушилась кровля, выбиты стекла, а котлы времен Стахеевых исчезли вовсе. На этом пивоваренном заводе производилось 25 тысяч ведер медового пива стахеевского и 3 тысячи ведер вина. Говоря о знаменитом пивоваренном заводе Стахеевых, научный работник музея истории города Равеля Брускова предугадывает дальнейшие вопросы туристов. Сохранился ли объект, а может здесь даже можно попробовать знаменитое елабужское пиво? Мы говорим, увы, там в 90-е годы пивоваренный завод был закрыт, хотя он имеет очень славную историю. Не только в 19-м веке, но и в веке 20-м, потому что на этом заводе производился спирт для фронта в военные годы. Потому что в 70-е годы сюда за пивом на трамвайчиках речных приезжали из Нижнекамска, из набережных Челнов. Сейчас здание завода в полуразрушенном состоянии, хотя так быть не должно. В начале 2000-х его передали в частные руки за 500 тысяч рублей. Вместе со зданием хозяин взял на себя и охранные обязательства. Но за все это время новый собственник постройку ни разу не ремонтировал, говорят музейщики. Итог закономерен. Вступило в силу первое судебное решение об изъятии у собственника памятника культуры республиканского значения. И первенец – пивоваренный завод Стахеевых. Справедливости ради нужно отметить, перед последним судебным заседанием, а они продолжаются уже 4 года, в административном корпусе завода все-таки сделали небольшой косметический ремонт. Правда, его не согласовали со специалистами, как того требуют охранные обязательства. Он объяснял это тем, что у него произошли определенные семейные обстоятельства жизни, у него умерла жена. И в связи с этим он не занимался реконструкцией данного здания. А сколько лет в собственности? В собственность он поступил с 2013 года, то есть учитывая этот год, 10 лет будет. То есть в течение 10 лет он ничего не сделал? Нет, ничего он не сделал. Он, по сути, только вывозил из этого здания все старинные емкости. Разобрал металлические конструкции здания. Собственно, здание привел в ужасающее состояние. Он стал его разбирать. Владелец здания намерен подать апелляцию в Конституционный суд. Между тем, Верховный суд Татарстана обязал Министерство культуры направить в адрес Минземы имущества представление об организации выкупа или продажи с торгов объекта культурного наследия. Ищут инвесторы и елабужские музейщики, инициировавшие судебный процесс. Но желающих пока нет. Анна Газятова, Гульнар Салихова. Вести Татарстан. Елабуга.